Добрый день, друзья. Меня зовут Антон Колодницкий. Я руководитель отдела интернет-систем компании InterVolga. Сегодня я хотел бы вам представить модуль согласования документов. Это модуль для Bitrix24, который помогает организациям навести порядок в таком популярном процессе, как согласование договоров. Давайте начнем. Как выглядит данный модуль? У нас в портале появляется отдельная страница согласования договоров. Здесь мы видим несколько маршрутов согласований, то есть мы можем не только один бизнес-процесс сюда настроить, но настроить несколько маршрутов, каждый из которых, как вы видите, своими участниками, своими ролями. Например, в закупке оргтехники у нас только 4 роли. Это инициатор, руководитель, бухгалтер и директор. А в многоступенчатом согласовании договора аренды, который я буду сегодня показывать, у нас уже ролей больше. Что мы видим на данной странице? На данной странице руководитель компании или руководитель отдела продаж или тот, кому важно понимать вообще, сколько согласуется документов, на каких они стадиях сейчас находятся. Он видит очень наглядно, что происходит с договорами. Например, мы видим, что договор аренды офиса, он согласован, с ним все в порядке. Мы видим, например, что в закупке оргтехники тестовый договор наш, он пока только у инициатора, а все остальные пока в ожидании. И чтобы быстрее понимать, на какой стадии сейчас процесс и вообще его статус, здесь используется цветовая индикация, то есть те задачи, которые активны сейчас, те роли, которые активны сейчас, они подсвечиваются желтым. Там, где не согласованы или не требуется согласование красным, соответственно, согласованное зеленым, а будущие задачи, которые должны будут быть выполнены, они отражаются таким серым цветом. Эта цветовая индикация, она настраиваемая, настраивается все это в административной панели. Давайте запустим новый процесс и посмотрим, как все это происходит. Мы начинаем новое согласование и здесь мы должны выбрать, по какому маршруту его запустить. В данном случае как раз хочу вам показать многоступенчатое согласование договора аренды. Давайте введем название нашего нового договора. Допустим, это будет договор аренды какого-то офиса. Здесь нам надо выбрать файл договора и задать тех людей, которые будут согласовывать этот документ. В данном случае вы видите, что слева у нас идут роли, то есть это инициатор, руководитель, бухгалтер и так далее. А справа это конкретные сотрудники. Пусть вас не смущает то, что они имеют такое же название, это просто для нашего удобства, чтобы мы не путались, какой Иван Иванов у нас инициатор, а какой Петров бухгалтер. То есть вот здесь мы можем выбрать любого сотрудника. Ну, давайте поставим сюда руководителя. Мы видим, что по умолчанию у нас уже заданы определенные сотрудники на определенные роли. Это позволяет не выбирать каждый раз бухгалтера, особенно если он у вас один, и он всегда согласует такие договора. Но вместе с тем, если кто-то заболел или что-то изменилось, или этот конкретный документ должны согласовать другие люди, мы выбираем тут других людей. И давайте запустим наш процесс. Мы видим, что у нас показывается карточка нового согласования договора. Здесь есть вещи, которые необходимы именно для этого процесса. Это загрузка новой версии договора. Это краткая информация о самом договоре, кто стартовал. Вот мы видим, что у нас стартовал сотрудник-инициатор. Какой текущий статус, количество дней на согласование – это крайний срок каждой задачи. Видим текущую версию договора и можем скачать лист согласования в PDF. И самое важное, мы видим панель, которая показывает текущее состояние по всем задачам данного согласования. Понятно, что у нас договор сейчас новый, поэтому все они в ожидании. Давайте покажу вам, как можно работать с документом. Это очень удобно. Текущая версия документа открывается в Google документах или в Office 365, если он у вас подключен. То есть не надо его скачивать, вы его сразу отсюда можете прочитать. В данном случае вот мы видим, что это у нас договор аренды офиса. И наиболее интересная вещь, что мы также можем редактировать онлайн эти документы. Точно так же с помощью Google документов и с помощью офиса 365 происходит онлайн-редактирование. Это, конечно, очень удобно, когда вам необходимо внести какие-то косметические изменения. То есть если вам половину договора надо переделать, то понятно, что, наверное, можно уже скачать и сделать это на локальном компьютере. А если небольшие изменения, то почему бы не унести их прямо в облаке. Давайте напишем тут, что это версия вторая. Все, наши изменения сохранены. Закрываем данное окно. Нас предупреждают, что файл будет загружен. Да, хорошо. В этот момент происходит загрузка файла и замена нашей текущей версии договора на новую уже отредактированную версию. Давайте подождем. Все, мы видим, что теперь текущая версия – это уже версия вторая. Что еще важно? Все версии, все новые версии, которые мы загружаем, они отражаются у нас в ленте комментариев. То есть я сейчас обновил страницу, и мы видим, что инициатор загрузил уже новую версию файла. То есть версия 2. Понятно, что изначально была первая версия, теперь вторая. Это важно, если вы ведете историю документов, и вам надо понимать, какие были изменения, и хранить старые документы. То есть это предусмотрено. Давайте все-таки начнем основной процесс. Каждый шаг этого согласования – это отдельная задача. Какие преимущества такого решения? Преимущество – это возможность использовать все функции задач BITREX24. То есть это переписываться в комментариях, это управлять крайними сроками, это назначать наблюдателей и так далее. И теперь инициатор, еще раз проверив наш договор, проверив, что все в порядке, запускает согласование. Отлично, согласование у нас запустилось. Давайте посмотрим, как изменилась после этого наша страница. Обновляем страницу, и мы видим, что теперь уже у нас шаг руководителя. То есть у него задача в статусе принята, она подсвечивается желтым цветом. Мы можем посмотреть эту задачу. Мы видим эту задачу, и руководитель должен у нас выбрать тип договора. Мы этого сделать не можем, так как мы являемся инициатором. Поэтому давайте авторизуемся под руководителем. Отлично, мы авторизовались под руководителем. Мы видим сразу оповещение о так называемом колокольчике о том, что добавлена новая задача, и нам надо выбрать тип договора. Давайте посмотрим. Да, вот наша задача, мы тут ответственные. И вы видите, что у нас есть кнопки обычный договор, отказать и крупный договор. Это как раз демонстрация того, что наше согласование, оно поддерживает развилки. Если мы выберем сейчас обычный договор, то далее задание уйдет бухгалтеру. А если мы выберем крупный договор, то задание уйдет финансовому директору и аудитору. Давайте выберем именно этот вариант. Мы выбираем крупный договор. И давайте посмотрим, что стало с нашей карточкой. Мы видим, что руководитель у нас свою задачу выполнил. Он согласовал по варианту крупный, и теперь действительно дело за финансовым директором. Давайте авторизуемся под ним. На самом деле у финансового директора задача достаточно проходная в данном демонстрационном варианте. То есть он просто согласует, а вот дальше я хочу показать вам именно возврат. То есть что мы можем вернуть договор на доработку. Поэтому здесь я акцентировать внимание не буду. Два варианта. Отказать, согласовать. Если финансовый директор отказывает, то процесс прекращается и договор считается несогласованным. И давайте сразу покажу именно аудитора. Потому что на нем мы можем видеть вариант с возвратом договора на доработку. Мы видим, что у нас есть три варианта. Это вернуть финансовому директору, отказать и согласовать. Если мы согласуем, то договор пойдет дальше уже на утверждение у генерального директора. Если откажем, понятно, все прекращается. Но если правки какие-то небольшие, то мы можем вернуть финансовому директору. И для этого нам необходимо оставить комментарий, чтобы финансовый директор знал, что нужно делать. Я сейчас напишу какой-нибудь комментарий. Поправить текст договора. Вот он внизу виден. Оставляем комментарий. И возвращаем финансовому директору. Давайте снова посмотрим, как изменилась наша карточка. То есть в текущий момент у нас была задача на аудиторе, она была принята. А у финдиректора было все в порядке, все было согласовано. Теперь мы видим, что у аудитора у нас статус «Возврат назад» и задача снова перешла к финансовому директору. Давайте авторизуемся под ним. И посмотрим, что же нам написал. «Аудитор». Мы видим нашу задачу. И мы видим оповещение. Оповещение о том, что нам необходимо поправить текст договора. Как мы можем это сделать? В каждой задаче есть ссылка на процесс согласования. Давайте перейдем туда. И здесь есть специальная функция по загрузке новой версии договора. Давайте оставим комментарий, что это новая исправленная версия. Выберем файл. И произведем его загрузку. Отлично. У нас загрузилась новая версия договора. Мы видим ее в ленте. И можем с чистой совестью отправить документ дальше на согласование снова аудитору. Нажимаем «Согласовать». И давайте авторизуемся под аудитором. Итак, задача снова на нас. Мы видим новую версию договора. Можем открыть ее, ознакомиться с ней. И давайте уже на этот раз согласуем. Все в порядке. Нажимаем «Согласовать». И снова проверяем, куда теперь ушла задача. И мы видим, что остался у нас директор. Потому что бухгалтеров в данной ветке не участвует, поэтому у него так и будет гореть ожидание. Или мы можем сделать, что у него будет указан там статус согласования. Не требуется. Все. Теперь финальный шаг. Мы авторизуемся как директор. Опять-таки мы видим, все оповещения по задачам, в которых мы участвуем, и по договорам, в согласовании которых мы принимаем участие. Ну, и как директор мы можем проверить статус, текущий статус согласования. Мы видим вот наш согласуемый договор. Мы видим, что статус у него на согласовании у директора. И видим, что именно нас все и ждут. Давайте перейдем в свою задачу. И проведем это финальное согласование. Так как это последняя задача в данном маршруте, после данного финального согласования загружать новую версию договора уже будет нельзя. То есть, если мы сейчас обновим страницу, мы видим, что эта возможность пропала. И пропала она у всех участников. Также мы видим, что общий статус договора стал согласованный. Видим, кто когда провел согласование. Текущая и последняя версия договора доступна нам всегда по этой ссылке. И также важный момент — это лист согласования. То есть, у нас указано, кто когда согласовал документ. Мы можем его себе скачать, распечатать и поставить печать, подписать, сохранить где-нибудь в архиве, если это вам необходимо. Какие еще важные моменты хочется подчеркнуть? Первое — это то, что в данном списке есть удобная фильтрация. То есть, мы можем отобрать договоры, где я являюсь инициатором. Так как я сейчас авторизован как директор, инициатором я ни в одном согласовании не являюсь. Для меня более актуально — я участник. И тут уже у меня фильтруются договоры, в которых я участвовал как согласующий. Ну и также есть другие опции. Например, мы можем посмотреть договоры, где инициатором был определенный сотрудник. Ну, опять-таки, так как все три эти документа, если я не ошибаюсь, были инициированы, да, были инициированы именно пользователям инициаторов. Вот мы их три и увидели. Еще раз хочу подчеркнуть, что вы можете использовать данный инструмент не только для одного какого-то своего решения, то есть для одного, точнее, своего процесса согласования документов. Вы можете сюда завести все процессы, в которых именно происходит согласование каких-то документов, будь то с вашими клиентами, с вашими поставщиками, возможно, какие-то внутренние процессы, ограничения на количество таких процессов нет. Они все будут доступны на данной странице, ну, вот такими отдельными группами. Как это делается? Для этого в административной панели есть специальный блок настроек. Участие нас, как разработчика, в настройке данных процессов не требуется, хотя мы, конечно, помогаем это делать, и если вдруг клиент хочет отдать это на аутсорс, мы можем этим заниматься. Но вообще по нашей задумке и по опыту наших клиентов мы обычно настраиваем первый процесс. Это происходит бесплатно при покупке лицензии на срок от трех месяцев, а дальше уже клиент по образцу и подобию настраивает оставшиеся свои процессы. Теперь пару слов о лицензии и, ну, о стоимости лицензии. Данный продукт устанавливается сейчас на коробочную версию. Мы принимаем предзаказы на облачную версию этого решения, то есть, которая будет доступна в облаке. Цена в коробочной, цена сейчас составляет 8 тысяч рублей в месяц. Продукт распространяется по подписной модели, то есть вы платите именно по месячному. Мы оказываем помощь в установке. Модуль также доступен в Marketplace, но там используется модель с единоразовым платежом. Мы считаем, что, и он достаточно большой, модуль стоит 150 тысяч. Специально для того, чтобы у клиентов не было такого большого единоразового платежа, мы ввели подписной модель и всем ее советуем. То есть 8 тысяч рублей в месяц – это небольшая цена за экономию часов работы и за то, чтобы вы не теряли договора. А такие случаи действительно бывают, не мне вам рассказывать. Когда кто-то где-то у кого-то потерял, договор не согласован, прошел уже месяц, задача не решена. Поэтому оставляйте заявки. Будет ссылка под видео на нашу форму заявки на демонстрацию. И мы с радостью с вами созвонимся, покажем, как все это работает, ну и обсудим вообще ваши задачи. Спасибо большое за внимание. Пишите, обращайтесь, будем рады помочь.